Кинопробы с Антоном Долиным У меня большая просьба Хотя может она разрушит мой Совершенно незаслуженный статус Все знайки Постарайтесь не задавать вопросов Справочного характера Вот я смотрел давно Такой-то фильм про такое-то и такое-то Не помните ли, как называется, кто сделал Пользуйтесь поисковиками Да, именно, поисковые системы гораздо лучше У меня с этим справляются Просто невозможно сравнить качество Вот, а я себя чувствую неловко И, как всегда Последние пять минут Мы до этого будем говорить о новостях И, собственно говоря, о лучших фильмах Новых, последние пять минут Я снова планирую Делить ответом на вопросы Которые вы присылаете по СМС Ну, если будет что-то прям по ходу действия По ходу событий Тоже с удовольствием подхвачу и про это скажу Что у нас на этой неделе? У нас неделя, в общем, такой насыпанной мелочи Мелочи не в каком-то, конечно, плохом смысле А в самом, наоборот, приятном Потому что очевидно, что главная премьера второй половины лета А может быть, вообще всего лета Может быть, и не по кассовым сборам Но, определенно, по обсуждаемости Это, конечно, однажды в Голливуде Квентина Тарантино В Москву на премьеру приезжает сам Квентин Тарантино Сразу отвечаю на вопрос Где и как его увидеть Я понятия не имею Ловите его в центре города Седьмого и, может быть, отчасти восьмого числа Седьмого будет официальная премьера Билет, на который, конечно, не продаются Это только пригласительные И будет пресс-конференция только для аккредитованной прессы Но Тарантино будет находиться в Москве Очевидно, будет посещать какие-нибудь там Культурно-развлекательные места и мероприятия Может быть, у вас будет шанс с ним столкнуться нос к носу Но если даже такого шанса не будет Мне кажется, этот режиссер Такой народный русский режиссер Один из самых любимых здесь Его фильм новый и без самого Тарантино С Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях И Марго Робби там не менее важна Я думаю, что, возможно, весь следующий эфир Или большую его часть мы посвятим разговору об этом фильме Обсуждению его Это действительно веха Это очень важное событие Даже внутри фильмографии Тарантино Где так много ярких, прекрасных картин Я вообще искренне считаю, что это лучший фильм Который он снял в 21 веке Что после криминального чтива Ничего настолько же важного, глубокого, неординарного, радикального он не делал И поэтому Ну, традиционный дам совет Постарайтесь поймать Тарантино в оригинале с титрами Чтобы это был не дублированный вариант Хотя, ну, у нас есть Мы знаем Прекрасный артист, который дублирует официальные голоса Брэда Питта и Ди Каприо Наверняка все это будет сделано качественно Но все-таки надо слышать, как превосходные актеры по-настоящему играют эти роли Вот, что хорошего у нас на этой неделе Самая большая премьера И, очевидно, она будет и самой кассовой на этой неделе Это Форсаж, Хопс и Шоу Ну, есть два рода, как бы, слушателей Или читателей, зрителей Которым про это можно рассказывать Те, кто следят за франшизой Форсаж И немножко в курсе ситуации И те, кто смотрят приличные фильмы Да, и те, кто смотрят любые другие фильмы У меня, вы знаете, менялось отношение к Форсажу На протяжении долгих лет, что он был Вообще-то я ненавижу гоночные фильмы Даже какие-нибудь великие, там, со Стивом МакКвином Просто совершенно не мой жанр И не мой тип кино Единственное, что делает студия Пиксар Что меня никак не потрясло и не поразило Это был мультфильм Тачки Потому что, ну, совершенно вообще это не моя история Я сам, у меня нет прав автомобильных Я не вожу, не езжу Гоночные машины меня совершенно не интересуют Но детям понравились Да, не, ну, конечно, естественно Да и вообще, я не говорю, что это плохая вещь Она хорошая, но, ну, вот, не моя И когда я смотрел первый Форсаж С Полом Уокером и Вином Дизелем Тогда еще не столь известными Это был, на самом деле, малобюджетный фильм Про гонщиков, такой, сделанный по лекалам Но как-то со временем За восемь фильмов Это выросло в какую-то колоссальную империю целую А после смерти Пола Уокера Это, ну, очевидно, такая Посмодернистская шутливая история С бесконечными, значит, гонками Скачками, погонями, ограблениями Она еще обрела какие-то трагически-эпические нотки Да, ну, один из главных артистов Умер, да еще и в автокатастрофе И это было концом этой франшизы Как казалось Или, во всяком случае, каким-то тупиком Потому что все, Уокера уже больше нету Что делать? Но они сделали самое правильное, что можно было сделать Они, это продюсеры Форсажа Они сделали две вещи Первое Они расчленили Форсаж Который стал уже Он лопался от количества персонажей ярких Да, новые звезды Причем такого мирового класса Добавлялись в каждой следующей серии Они поняли, что этих звезд теперь хватит на много фильмов И можно брать отдельно Каких-то персонажей Посвящать им собственные истории Так называемые спин-оффы Ну, то, что там студия Марвел Крайне успешно делает В своей вселенной Вселенная Форсаж Ну, это уже вселенная Это так и есть Вот И второе, что они сделали И тут я внутренне взликовал Они решили, что гонки уже не нужны Это такая история каши из топора Когда ты варишь ее из топора Но когда пора ее есть Ты оттуда вынимаешь топор Потому что он несъедобный В общем, они изъяли оттуда Ну, не совсем изъяли автомобили Конечно, на автомобилях они ездят В новом фильме есть ровно две погони Ну, такие эффектные Сложно устроенные Сложно снятые В принципе, там все, конечно, ездят На мотоциклах или автомобилях Но вот есть две погони Одна из них, что смешно само по себе Это невероятно стремительная погоня На гоночных тачках И мотоциклах по Лондону Да, в будний день В середине дня Любой человек, который не только был в Лондоне Но хотя бы видел его на экране Представляет себе, что это город Стоящий в вечной пробке И даже когда пробки нету Там от светофора до светофора Можно проехать, ну, 100 метров Может быть, 150 Там они, разумеется, на фоне всех этих знаменитых Постройок и небоскребов Трафальгарских площадей и прочего Гоняют, как будто бы это не Лондон А вот такая какая-то компьютерная игра И вторая погоня на острове Самоа Происходит по сюжету Один из двух главных героев Самоанец Который возвращается к корням К своей семье, которую он четверть века не видел И там происходит последняя схватка Очень эффектно придуманная Но это такой антифорсаж Практически пародийный Потому что Можете себе представить У туземцев на островах Какие там автомобили Это такие ржавые, страшные Какие-то полугрузовики Которые при этом Необъяснимо лихо гоняют По этим серпантинам Над невероятно красивыми пейзажами Ну короче, чистая условность По описанию фильм Берегись автомобиля Но это же идеал Наш фильм Берегись автомобиля Правильно? Это лучший фильм на земле Про погоню Мне кажется, лучше нет Вот Ну я большой его как раз фанат В общем Что сказать Форсаж, Хоббс и Шоу Во-первых Конечно Это Ну такое Идеально глупое кино Это Воплощение Идиомы Guilty pleasure То есть Грешное удовольствие Грешное наслаждение От какой-то ерунды Да, конечно Это ерунда Все авторы это прекрасно понимают Актеры тоже И наслаждаются этим Предлагая не принимать себя Слишком всерьез Мне это очень симпатично Потому что как раз Вот это Серьезничание Форсажа Оно выглядело Мне кажется Ну довольно нелепо На фоне всех этих Натянутых персонажей Сюжетов И всего прочего И маскулинность Ну маскулинность там Везде Хотя вот здесь очень смешно Два главных героя Это Три главных героя Два главных героя И один антигерой Два главных положительных героя И один антагонист Это Три воплощения Маскулинности Причем Наверное Можно сказать Что для коммерческого кино Это три идеальных Воплощения Маскулинности Вот такие Абсолютно Ну абсолюты В этом жанре Вот как мы взяли бы Не знаю Двадцать лет назад Такой список У нас были бы там Шварценеггер Сталлоне Ну не знаю Брюс Уиллис Или там Мел Гибсон Примерно так бы Это тройка первая Выглядела бы Сейчас это Дуэйн Джонсон Это сегодняшний Шварценеггер Со всей очевидностью Потому что он тоже Здоровенный качок И тоже с явной Самой иронией Чувством юмора Он хороший комический артист На самом деле Его даже Арни благословил Да Ну и правильно Ну у них есть много общего Не во внешности А в типологии Как бы выбора ролей Персонажей И мне Дуэйн Джонсон Очень симпатичен И мне кажется Он очень хорош Для детских фильмов Вот не случайно У него во вселенной Форсажа У него дочка С которой он все время Общается Девятилетняя Здесь у них очень хороший С ней коннект И контакта Она чувствует себя Более взрослой Чем он Потому что она смотрела Хотя ей конечно Не полагается Все сезоны Игры престолов А он не все Вот И поэтому она говорит Я не такое видала В жизни Когда там у них Кошмар происходит И Например в фильме Джуманджи Дуэйн Джонсон По-моему был Ну просто Отличный Безупречный Великолепен Он в нем что-то такое Милое инфантильное есть Он как герой Семейного кино Как на самом деле И Шварценеггер Который опять же Во всяких там Дисладовском полицейском Близнецах Именно поэтому Настолько был Очаровательным Добродушный здоровяк Да Халк еще Не Халк Ну Халк Он двойственный персонаж Вот И Джейсон Стэттем Я не знаю Можно ли сказать Что он сегодняшний Сталон Наверное нет Другой какой-то типаж Но Стэттем Которого очень любят Ругать Над ним любят потешаться Есть известный анекдот Он мне очень нравится Что пора уже сообщить Джейсону Стэттему Что он снимается Не в одном и том же фильме Что на самом деле Это разные фильмы Но это так Зато Можно сказать Что это редкий случай В сегодняшнем мире Актера Который породил Свой жанр Вот кино С Джейсоном Стэттемом Это отдельный жанр Фильмы Где он там всем Ломает челюсти Со своим видом Человек со сломанным Опять же носом и челюстью Совершенно непробиваемым Да Он такой человек Молоток И при этом Он воплощение Всего британского Но британское Не в его Изысканности Джейм Бондовска Такое А наоборот Пролетарского И такого Простодушно Народного И он как народный Герой очень хорош И тут они играют Двух агентов Один из них Ну соответственно Хоббс Это Джонсон Он американец Из Калифорнии Ну потом выясняет Что он само Но это и так видно А Стэттем Это шоу Он лондонец Во-первых Мы знакомимся С его мамой Которая Мотает срок Всегда Судя по всему Мотает срок Судя по тому Как они общаются Маму Мы только что Видели ее Люка Демонстрировать Диану Диана Диана все-таки Диана все-таки делается Всерьез А это все-таки Пародийная комедия Абсолютно Бондовская вся структура Два главных героя Все время друг с другом Бодающиеся Друг друга Поддевающие Это конечно Идеальное Боди-муви То есть кино Про двух друзей Вот Они оба Спецагенты А главный Злодей Он какой-то Негодяй Работающий на некую Корпорацию Человек-робот С несшанскими Замашками Который хочет Вирусом всех Отравить Дальше начинается Движуха Ну собственно Я очень много Рассказал про фильм Пока ничего не рассказал Про его сюжет И рассказывать не буду Увидите сами Вот Но Хочу сказать Что вот как раз Маскулинность Да Этих трех Главных героев Она полностью Как бы Аннигилируется Нелепостью Этих героев Которые все время Попадают в идиотские Ситуации И как раз Героине Сыгранной Ванессой Кирбине Говоря о мудрой Хелен Мирон Фигуре мамаши Они все время Над ним ржут Вместе с аудиторией И когда они попадают На самого Выясняется Что у Хоббса У героя Джонсона Тоже есть мама Которая там живет Которая тоже Значит Насмехается Над Вот этим Мужским петушением И Попыткой Друг с другом Значит Мериться Всякими частями Тела Вот И в этом смысле Этот фильм И воплощает Вот эту Маскулинность Патриархальную силу Боевика И издевается Над этим всем Вот Не могу не сказать О моем любимом Персонаже Который играет Замечательный Британский комик И не только комик Эдди Марсан Это человек Который изобрел Смертельный вирус По сюжету Профессор Андрейко Мы не знаем Откуда он родом Но Тайный завод Где производится вирус Находится Примерно в Чернобыле Так можно догадаться По картам Между Украиной И Россией И туда они тоже Все попадают Профессор Андрейко Играет очень важную роль В этом фильме В общем Режиссер Дэвид Лич Известный тем Что он работал Над Джонами Уиками И над Дэдпулом 2 То есть Ну человек Доказавший Своё умение Работать с экшеном И своё просто Хорошее чувство юмора Тут очень важно Справился с этой задачей Я смотрел фильм Вместе с двумя сыновьями А им у меня 9 и 17 То есть Ну вот Ребёнок и подросток И они оба В равной мере Ну собственно Вместе со мной Радовались Смеялись И удивлялись Той глупости Которая происходит на экране Глупости Которая сделана Очень умными людьми Явно Ну Абсолютно Осознанно сделана Не потому что Они не придумали Как развлечь народ А именно потому что Придумали Вот Ещё раз Называется Форсаж Хопс и шоу Вот И Если вы не будете Иметь каких-то Чрезмерно Сложных Ожиданий По этому поводу То я думаю Что получите Очень большое удовольствие Вот Вот этого Супер большого события Я с вашего позволения Перейду к событию Небольшому Но мне кажется Тоже очень классному Для москвичей И петербуржцев Которые надеюсь Нас слушают Остальные могут То же самое Устроить у себя дома Без помощи Большого экрана Но москвичи Петербуржцы Имеют возможность Пойти в кинотеатр Аврору в Питере И в кинотеатр Октябрь в Москве На открывающуюся В Москве Завтра В Питере она уже Открылась Ретроспективу Ранних фильмов Квентина Тарантино Я обещал В анонсе Что мы будем готовиться К премьере Однажды в Голливуде Которая состоится На следующей неделе Так вот Мне кажется Что Тарантино В Однажды в Голливуде Возвращается К тому Что он делал В своих ранних картинах В каком смысле Тарантино много раз говорил Мне очень нравится Его это высказывание Что в его фильмах Есть две вселенные Есть вселенная реальная А есть вселенная Кино внутри кино И как он говорил Люди из реальной вселенной Это персонажи Бешеных псов Или персонажи Криминального чтива Что когда они В своей реальности Идут в кино То они там Смотрят на экране Убить Билла Вот Убить Билла Это придуманный фильм Это фильм из мира кино А те фильмы Они о реальных людях Ну реальных Конечно придуманных И все равно Более реалистичных И однажды В Голливуде После ряда фильмов Конечно Фильмов 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 про кино Таких как Бесславные ублюдки Джанго освобожденный Омерзительная восьмерка Собственно Убить Билла Тарантино снова Возвращается К реальным персонажам Больше того Однажды в Голливуде Первый фильм Поставленный По мотивам Реальных событий Про реальный Лос-Анджелес 69 года Где половина персонажей Не то что имеет Прототипов А просто Вот там Актер играет Стива Маккуина Или Романа Полански Реальных Совершенно людей И В этом смысле Посмотреть Раннего Тарантино Тарантино Про людей Мне кажется Будет очень Правильной подготовкой Итак В субботу Показ Бешеных псов В воскресенье Показ Джеки Браун Джеки Браун Это одно из Самых Странных Кин Тарантино Потому что Это фильм На самом деле Про любовь Он нежный Лирический При этом Злодей Там играет Семюля Эль Джексона И я искренне считаю Что это просто Самая лучшая Вообще Его роль в жизни То что он там сыграл Понятно что его роль В криминальном чтиве Более знаменитая Но это лучше И По-моему Это Тончайший фильм Такой Тарантино Не Тарантино Единственная В экранизации Кстати говоря По роману Элмара Леонардо Ромовый пунш А в понедельник И вторник Ну Два дня Соответственно Первая и вторая часть Будет показываться Убить Билла Ну и все это Видеть на большом экране В оригинале По-английски С титрами По-моему Дело хорошее Мы вчера со слушателями В преддверии Темы вашей сегодняшней программы Обсуждали Какой фильм Слушатели считают Лучшему Тарантино В начале было Много разных вариантов Но в результате Абсолютную победу Одержала Криминальная чтива Как ни странно Ничего странного Есть известный анекдот Когда Тарантино Или может это Реальный был диалог Но я думаю что это анекдот Тарантино спрашивают Начинают спрашивать На Дома с интервью Квентин Вы так не сняли Ничего лучше Криминального чтива На что он говорит А кто снял Да-да Это вчера присылали Да Но вы знаете Я на другой радиостанции Вел однажды На протяжении нескольких лет Цикл передач 100 лучших фильмов Типа всех времен и народов Ну понятно Что они были отобраны Более-менее Случайным образом Просто я взял Самых ярких режиссеров Выбрал Самые свои Любимые у них фильмы И там был конечно Криминальный чтива тоже Вот Причем это было От начала времен От Гриффита Или от Чаплина Начиная с самого раннего кино Из Эйнштейна Вся-вся классика И потом мы решили Сделать голосование Со слушателями Ну понятно Что это такая Не экспертная А абсолютно безответственная вещь Но не менее интересная Да Но именно поэтому Лучший из лучших фильмов И вот тогда Слушатели Я думаю что это люди Примерно моего поколения То есть там Ну не знаю От 30 до 45 До 50 Примерно Мы все люди Выросшие на этом фильме Было выбрано С большим отрывом Криминальное чтиво Из всех Из всех фильмов Вообще Неожиданно Я не говорю Что я присоединяюсь К этому мнению Я думаю что Если бы я выбирал Все фильмы Вообще И там В пятерку бы Не вошло в криминальное чтиво А кто был бы на первом Не знаю Ну Зависит от настроения Я знаю что В советском каноне На каком негласном каноне Всегда на первом месте Был фильм 8 с половиной Считалось что Феллини режиссер режиссеров А 8 с половиной Его лучший фильм Хотя вот для меня Например Феллини это прежде всего Сладкая жизнь Я считаю что Это гораздо более Простите за невольную шутку Более горький фильм И более Правдивый И жуткий И вообще классный Хотя с тем же самым настроением В главной роли Но там Бергман мне ближе Бунюэль мне интереснее И наконец Тарковский Это наш национальный флаг Который Наша все Лично я несу с гордостью Это наше все Ну для кого-то Изенштейн Для меня Тарковский Вот На самом деле Вот я думаю что Примерно все эти имена Названные в этой первой пятерке Примерно и были бы Еще у меня есть Любимый фильм Который у нас Не так широко знают Который мне всегда хочется Назвать лучшим фильмом За все времена Это фильм Карла Теодора Дрейера Слова Великая картина Получившая когда-то Золотой лев Но в Венеции Не из-за этого Она конечно великая Сравнимая С таким религиозным Откровением Вот Но в любом случае Тарантино Мне бы не пришло В голову Назвать в первых рядах И знаете почему Главная причина В том что Все таки Тарантино Это такой гений Постмодернизма Это человек Переваривающий Уже существующий Опыт кино И складывающий Из него свой пазл Так вот Мне кажется Что в фильме Однажды в Голливуде Он впервые Это преодолел Может быть дело в возрасте В накопленном опыте Он не перерабатывает Чужую легенду Хотя по сюжету Кажется что якобы да Он создает Свою легенду И Ты выходишь С этого фильма С ощущением того Что ты Не просто видел Классную картину А это фильм Классика Вот Эта классика Она родилась Как классика И она ей является И Я впервые Такое От фильма Тарантино Хотя очень его люблю Смотрю его с первой картины Впервые такое испытал Но это я уже захожу На территорию Нашего следующего эфира Который я думаю Весь будет Более менее об этом Еще маленький вопрос Относительно Нового показа Фильмов Тарантино Идти И если да То почему Ну и понимаете Если у вас есть вопрос Идти или нет На нового Тарантино То возможно вам И не надо идти Потому что Может там качество Как-то получше стало Какие-то эффекты Ничего не меняли Нет Ну пожалуйста Эффекты Мы впервые Видим в дуэте Леонардо Ди Каприо И Брэда Питта Они никогда вдвоем Не играли Две главные роли Их И они вдвоем В центре весь фильм Это я старых фильмов Тарантино Которые вот сейчас Повторят в киноцентре Я все их пересмотрел Только что Для написания статьи Ну на маленьком экране У себя Пойду смотреть И опять на большом Я все их пересмотрел Абсолютно другими глазами Абсолютно каждый фильм Выглядит иным Так что Ну придите Посмотрите И поделитесь впечатлениями На следующем эфире Будет очень интересно Как вам понравилось Или не понравилось Насколько совпало С вашими воспоминаниями О том Каким был Этот фильм Тарантино Потому что многие Я знаю По 20-25 лет Это все не пересматривали Мы продолжаем Слушать Антона Дулина Его программу Кинопробы Продолжим через пару минут Попробуем С Антоном Долиным И снова я здесь Собственно говоря Звоните Пишите 903-797-6333 Продолжаем Программу Да Алло Здравствуйте Добрый вечер Слушаем вас Здрасте Добрый вечер Петр Ну вы знаете Я немножечко хочу Там Меня зовут Максим Из города Орел Очень приятно Отпомните одну передачу В свое время Когда в 12-м году Вышел Джанго Освобожденный Тарантино Да Алекс Дубас Устроил В программе Ну нечто подобное Что вы анонсировали В следующий раз По поводу Однажды в Голливуде Я хочу сказать Что конечно Критис Тарантино Легендарный Можно сказать Культовый режиссер И вот Чтобы немножечко Отличать его от других Хотел сказать что Вот смотрите Знаете Джеймс Кэмерон Прежде чем снимать Каждый свой фильм У него их немного Равно как у Тарантино Садится сам персональный Зарисовывает Раскадровки Каждого своего Там Рольной сцены Так вот Тарантино Если не ошибаюсь По правде Возможно я не прав Но он перед тем Как снимать Каждый свой фильм Берет сценарий И сначала Прежде чем раскадровки делать Саундтреки создает Вот мы говорили Про культовую музыку Которую он любит использовать В фильмах Он сначала садится И придумывает музыкальное Сопровождение фильма А уже потом Он начинает делать Раскадровки И так далее И так далее Вот И еще один момент Хотел тоже Раз уж Воспользоваться Раз уж Зазвонился Опять же В знаменовании Нового фильма Тарантино Я слышал Что это его Предпоследняя работа И От этого будет зависеть Точнее Это будет зависеть От того Насколько касса Сильная будет У этого фильма Что вы думаете По этому поводу Спасибо большое Спасибо Это действительно так Он считает Что это предпоследний фильм Причем последним Он собирается сделать Значит Звездный путь Стартрек С рейтингом Р То есть 18 плюс Говоря по-русски Вот Но сказал Что если будет Очень успешен По-настоящему Однажды в Голливуде Может он больше Снимать кино И не будет Успех Имеется ввиду Не кассовый Или не только кассовый Я думаю Что Это тот фильм С которым у Тарантино Высоки Как никогда шанс Взять Оскар За лучший фильм года Или хотя бы Оскар за режиссуру Напомню У него нету Ни того Ни другого Ни за одну Из его картин Вот Только сценарный Оскар За криминальное чтиво Конечно Заслуженный Поэтому Мне кажется Мне кажется Что У нас есть шансы Увидеть большой его триумф А есть ли шанс Увидеть следующий фильм Непонятно Что касается Саундтрека Знаете Саундтрек в новом Фильме Тарантино Это целая отдельная история Мы поговорим о нем На следующей неделе Подробно Он отличается От других Саундтреков Тарантино И Мне кажется Что он всегда То есть Не совсем так Что он сначала Отбирает музыку А потом Под нее Снимает фильм Некоторые треки Вдохновляют его На фильм Некоторые Подбираются Под фильм Потом Из этого Он собирает Каждый альбом Каждый саундтрек Это отдельное Произведение искусства Которое делает Сам Тарантино Он продюсер Своих саундтреков То есть Не может быть Чтобы кто-то другой За него это собрал И в его саундтреках Почти всегда Звучат диалоги Из его фильмов Как отдельные треки Вот И опять же С Однажды в Голливуде Все не совсем так Все немножко иначе Но потом расскажу подробнее В общем К Тарантино Если позвольте Давайте вернемся Просто На следующей неделе Я думаю Что мы Целый час Или почти целый час Будем говорить о нем Есть как бы О чем И о ком Вот К этой неделе возвращаюсь Я сразу У всех прошу прощения За то что я не посмотрел Фильм Который тем не менее Рекомендую Просто не успел Поскольку сделал его Замечательный канадский Режиссер Дени Аркан Автор Нашествия варваров Который получил Когда-то Оскар Как лучший иностранный фильм Из заката Американской империи Фильм называется по-русски К сожалению Как отмыть миллион Именно из-за этого названия Которое совершенно не соответствует Названию настоящему Вообще-то настоящее название Это Падение американской империи Но вот этот Как отмыть миллион Он меня Как-то Отвлек Я даже не понял Что это фильм Выдающегося режиссера Но наверняка это интересно Сходите посмотрите Теперь фильмы Которые я смотрел И хочу порекомендовать вам Во-первых Фильм Give me liberty Вот вы знаете Мы очень часто Ругаемся На местных Локализаторов Да Переводчиков Названий фильмов За плохой Глупый Какой-нибудь перевод И действительно Направо и налево Это случается Здесь мне кажется Идеальный перевод Это Кириллицей Русскими буквами Написано Give me liberty И понимаете ли вы Что это переводится Как Дайте мне свободу Или нет Это строчка из песни Или из стихотворения Это в общем-то Не важно Потому что Главный герой Этого фильма Это русские Иммигранты в Америке Как автор этого фильма Кирилл Михановский Который вы может быть Знаете как одного Из режиссеров Фильма Дубровский С Данилой Козловским Но не только Еще у него был фильм Сны о рыбе В общем Михановский Наш с вами Бывший соотечественник Ныне американец Сделал эту картину Про эмигрантов Как бы следующего поколения Главный герой Молодой парень По имени Вик Который понимает русские Но говорит только по-английски Он работает Он соцработник И в своем фургончике Он развозит Инвалидов Стариков Малоподвижных По адресам Куда он должен их развести Но сюжет фильма в том Что не пришел транспорт Целой компании Русских стариков Которым надо ехать На кладбище На похороны На кладбище далеко И он соглашается Их подвезти И в общем Это такой вот Роуд-муви Внутри одного города Из центра до кладбища С значит Хоровым пением С огромным количеством Актеров Непрофессионалов И с этим вот Обаятельным Англоговорящим Англоязычным Русским Ну как бы уже И американским Подростком практически Да он такой тинейджер На вид Главный герой За рулем Потрясающее Живое Искреннее Чистое кино Которое Было показано И на Санденсе И потом На Каннском фестивале В программе Двухнедельник режиссеров То есть Ну у фильма Очень-очень Мощные показатели И есть на самом деле Русские и украинские Сопродюсеры тоже Хотя все-таки Это американский фильм В общем Give Me Liberty Очень-очень советую В особенности Если вы любите Независимое Такое Открытое Маленькое Искреннее кино Это вот пример Такого фильма То, что в Америке Называется словом Indie Independent То есть Независимое кино Оно действительно Независимое Ни от кого Ни от чего Ни от каких стилей И кстати Мне показалось Что оно как-то Интонационно Вообще фильм Очень музыкальный Созвучно музыке Группы Bon Iver Есть хорошая группа Американская Независимая И она звучит Там на финальных титрах То есть Это такой Фолк Но не совсем Такой альтернативный Фолк И вот тут тоже Это такое Народное пение Но не вполне народное И не только пение А немножко еще Такое акинство Фильм дико Такой говорливый И актерский Практически безупречный Из русских артистов Там снялась Дарья Камасова По-моему Очень она там хороша Роль у нее Не главная Но ярко Она играет Сестру главного героя Вот И наконец На этой неделе Выходят Два фильма Совпадение которых Мне кажется Каким-то Изумительно изящным Оно ненамеренное Это случилось Само собой Выходит Английский хоррор Про платье Убийцу И Французская Черная комедия Про куртку Убийцу То есть это В общем Довольно нестандартный Надо сказать Сюжет Про Оживающую Или во всяком случае Владельцы Относятся к ней Как к живой Одежду С инфернальными Свойствами Тем не менее Два таких фильма Было снято И они В одну неделю В общем В один день Выходят в прокат В России Вот так получилось Английский фильм Называется Маленькое красное платье Это как раз Случай локализации Тоже не самый плохой Потому что Непонятно Как перевести Оригинальное название In Fabric Питер Стрикленд Английский режиссер Очень такой Эстетствующий Я бы сказал С очень хорошим Чувством юмора Мрачным Большой поклонник Итальянского Джалло То есть Итальянского Фильма ужасов Это фильм В котором Как правило Довольно Бредовый сюжет Но невероятной Красоты Изображения Очень такое Ну Насыщенное Мощное Вот как Красный цвет Красного платья Это история Женщины Которая покупает На распродаже В магазине В довольно странном Магазине Красное платье Надеется Что оно принесет ей удачу В прямом смысле слова Она собирается вечером На свидание Хочет надеть обновку И она идет На это свидание Но дальше Все идет не так Не буду рассказывать Как именно Но понятно Что ничего хорошего Не происходит Платье видимо Проклято Притом режиссер Совершенно не озадачивается Тем чтобы Объяснять Кто почему его проклял За что Что вообще произошло То есть просто Это все не важно Важно только что Есть инфернальное платье Как это технически Вообще сделать Проклясть платье Я думаю что Не нам отвечать На этот вопрос Но там Видно что все Кто в этом магазине Работают Они все явные Ведьмы Ведьмаки Я думаю они это Сделали нарочно А зачем Надо было у них спрашивать В главной роли Мариан Жан-Батист Чернокожая актриса Средних лет Уже очень хорошая Она играла Когда-то в фильме Секреты и ложь У Майка Ли Фильм который По-моему В 96 году Получил Золотую ветвь В Каннах Она там была Совсем молоденькой В одной из ролей Гвендолин Кристи Которую все знают И любят По Игре престолов Ну в общем Дело конечно Не в актерах А скорее В общей атмосфере Она очень в этом фильме Такая яркая Насыщенная И классная Мне кажется Что люди Любящие хорроры В особенности старые И все время Жалующиеся на то Что теперь Фильмы ужасов Не те пошли Они уже не страшные Они уже не интересные Вот для них Это может быть Прямо Идеальное удовольствие Идеальное развлечение Он такой Странный Больной Фильм Я говорю это В самом лучшем Смысле слова Для хоррора Мне кажется Это комплимент Другой фильм Тоже очень странный Другой совершенно По интонации Хотя сюжетно Странным образом Похожий Фильм Оленья кожа Сделал режиссер Квентин Дюпио Дюпио Человек Который Вообще-то Он известен Был как музыкант Если помните Был такой смешной Музыкант Под псевдонимом Мистер Ойзо Он работал Да У него были Клип С такой Дурацкой куклой Флэтбит Вот И он действительно Очень талантливый В общем он забросил Музыкальную карьеру Стал снимать кино Очень классное Например у него есть Фильм ужасов Малобюджетная шина Где убийцей выступает Автомобильная шина Натурально У нас тут Йохан Ренг Номер два Ну номер один Я бы сказал Раньше это сделал Вот Ну или нет Надо посмотреть Там у них Примерно я думаю То же самое поколение Вот И Дюпио Сделал потом Фильм реальность Очень интересный И вот новый фильм Оленья кожа Он минималистский Он длится там Час 15 В нем минимум Актеров И локаций Но сюжет в нем Очень смешной Главный герой Ну смешной и жуткий Главный герой Влюбился в Куртку из оленей замши В первых кадрах фильма Он ее покупает С рук за невероятные деньги После этого Мы быстро понимаем Что человек потерял работу Развелся с женой И деньги которые он заплатил За эту куртку Это его последние деньги Больше у него ничего нет Что его привлекает В этой куртке Сказать трудно Но он с ней разговаривает Живет с ней Как с любимым человеком Ну большим чем человеком То есть это такая Шинель наоборот И дальше он абсолютно Сходит с ума Как он сходит с ума Лучше вам увидеть самим Но это очень Живописное зрелище Оно и жуткое Смешное Фильм очень много смешного И этот фильм В отличие от Маленького красного платья В нем Он как бы Весь сюрреалистический Но формально Все что в нем происходит Это настоящая Клиническая картина Безумия То есть Никакой мистики В этом всем нет Снимается это В маленькой Депрессивной Французской провинции Ну и конечно Главное что про это Надо сказать Это то что Исполнитель главной роли Это Жан Дюжарден Вы все его знаете По фильму Артист Который принес ему Оскара И сделал его Всемирно известным Хотя на мой взгляд Комедии того же Мишеля Азановичуса Под названием ОСС 117 Пародийная комедия Про французского Джеймса Бонда Были еще смешнее Чем артист Дюжарден Прекрасный актер Немножко однообразный Но вот здесь Этого совершенно не видно У него абсолютно Другое амплуа Он такой Респектабельный Буржуа Средних лет С бородкой В котором вроде бы И ничего такого странного Не видишь Пока он не начинает Пытаться свою старую куртку Смыть на заправке В унитаз Что разумеется Невозможно технически Устраивает там потоп И с этой секунды Ты смотришь на него Со все большим Нарастающим ужасом Он сам Разумеется Никого безумия В себе не замечает Очень странный фильм Очень классный Я скажу Не в первый раз Что чем фильм страннее Тем на мой взгляд Он интереснее И вот и Оленья кожа И маленькое красное платье Два примера Таких странных И замечательно Интересных картин Вот Выходящих на этой неделе И мы продолжим Через пару минут Да Кинопробы С Антоном Долиным Снова здесь Задавайте вопросы На смс Портал 7903-797-6333 И телефон Спасибо По которому вы сегодня Уже обращались К Антону 7495-730-101 Вот Ну Вопросы задают Про фильмы Упомянутые В нашей короткой перепалке Насчет лучших фильмов Всех времен и народов Эта тема Совершенно бездонная Я не знаю Как ее В последние 5 минут Уложить Но просят повторить Давайте я повторю Детали про фильм Слово Действительно Вдруг кому-то Открою Глаза Где когда-то Их открыл Наума Михайловича Клеймон Когда Я этот фильм посмотрел В его музее кино Когда-то Фильм 55-го года Режиссер Карл Теодор Дрейер Один из любимых Режиссеров Того же фон Триера Но это не значит Что они чем-то Уже очень похожи Вообще Дрейер Не похож ни на кого Самый его легендарный фильм Это Страсти Жанны Дарк Еще не мой 25-го года Боюсь соврать Вот А Слово 55-го Его предпоследняя картина Влад из Твери Интересовался Вот относительно Фильму Слово Да, Влад Посмотрите обязательно Вот Не знаю правда Где когда сделать Возможный показ На большом экране Это конечно заслуживает Того Но И так тоже хорошо Уже говорили Но спрашивают Что думаете о Солнцестоянии Солнцестояние В нем очень хорошие Актерские работы Актерские работы Это И работа голоса Тоже Интонаций Вот В остальном Один из самых Интересных хорроров Этого года Кстати спасибо вам За рекомендации Относительно Джармуша Сходил отличный фильм Ура Здравствуйте Почему Тарантино Плакал у могилы Пастернака Слушайте Ну почему плакал Не знаю Не уверен что плакал А почему Пастернак Для него важен Вы знаете Я боюсь что Пастернак Просто как лауреат Нобелевской премии По литературе И как автор первоисточника Для одного из Величайших Фильмов Я даже стал думать Называть ли его Голливудским Или английским Дэвид Лин Английский режиссер Но фильм Доктор Живаго Это конечно Только в России Это смешная клюква По понятным причинам Для всего мира Это одна из Величайших драм Мелодрам В истории Для Тарантино Как для Синефила Конечно это священная вещь Вряд ли он читал Про Февраль Достать чернила Плакать Хотя конечно Никогда про Тарантино Точно сказать нельзя Спрашивают Как же Give Me Liberty Вышедший вчера Да Я по нему рассказывал Give Me Liberty Да Замечательный фильм Обязательно Ну хотел сказать Всем идти Всем не надо Но это прекрасная картина Очень-очень рекомендую Пишут Мне кажется Солнстайне похож На фильм Плетеный человек С Николасом Кейджем Ну похож Но мы живем В пору Постмодернизма Друзья Все повторяется И продолжается Плетеный человек с Николасом Кейджем Это ведь тоже не оригинальный фильм Это ремейк фильма Если ничего не путаю С 1973 года Тоже Плетеный человек Вот Нет Но Солнстайне имеет свои Другие Преимущества И он Более изысканно Мне кажется Снят Но и тот фильм Хороший И этот хороший Тут серия вопросов По Бергману Какой любимый фильм Бергману Антона Долина Бергман заслуживает Конечно Отдельного эфира Который мы За оставшуюся минуту Проводить Наверное Не будем Но мне кажется Что у Бергмана Есть в каждом периоде Его творчества Такие абсолютные вершины Например Ранний Бергман Это Лето с Моникой Бергман Следующего Как бы там Пятилетия Это Уже В общем Зрелый Это седьмая печать Потом это Персона Или же Причастие Потом это конечно Сцены супружеской жизни Фильм который Всем людям Которые в отношениях Или когда-либо были в отношениях Необходимо посмотреть Если вы не посмотрели Считайте вы ничего не знаете Вообще На эту тему Какой повторите пожалуйста Сцены супружеской жизни Величайшая картина Где всего два актера Он и она И они много часов Друг с другом разговаривают От этого оторваться невозможно Ну конечно Фанни Александр Последний кинофильм Бергмана Величайший шедевр его Это была программа Кинопроба Антон Долин Спасибо с нетерпением Спасибо всем Вернемся с Тарантино Через неделю Ожидаем на следующей неделе Субтитры сделал DimaTorzok